Уход за домашним аквариумом кропотливое занятие. Аквариумисту регулярно приходится выполнять множество манипуляций от подмены воды до чистки стекол, грунта и декораций от нарастающих водорослей. И все это необходимо, чтобы создать для рыбы комфортные условия и получить желаемую эстетичность. Борьба с водорослями была бы еще более сложной, если бы не было живых помощников, так называемых чистильщиков. К ним относят обитатели аквариума, которые счищают водорослевые обрастания со стенок, декораций и растений. В результате своей жизнедеятельности они оказывают помощь в поддержании чистоты в аквариуме. Предлагаем вам видео на тему аквариумной рыбки и водоросли еды. Надеемся, это поможет выбрать идеального помощника для вашего аквариума. Анциструсы Популярный вид сомов в аквариумах любителей. Все тело анциструсов покрыто рядами костных пластин многоугольной формы. В естественных условиях такой панцирь служит им надежной защитой от врагов. В аквариуме при правильном подборе соседей он ему, конечно, не понадобится, а сам сомик обладает миролюбимым характером. Рот у анциструсов напоминает по форме присоску. Благодаря такой форме он легко удерживается на камнях и корягах в условиях быстрого течения, что характерно для его среды авитания. На присоске расположено множество роговидных скребков. Именно с их помощью сомик соскабливает с декорацией стенок аквариума водорослевое обрастание. За этим процессом бывает очень интересно и забавно наблюдать. Наиболее активны анциструсы в темное время суток, но в аквариумных условиях они легко адаптируются, привыкают к режиму кормления и часто активны даже днем. Достаточно хорошо эти сомы помогают уборке аквариума, пока молодые с возрастом их рвение несколько угасает. Существует большое количество видов анциструсов, отличающихся по размерам и окраске. В семействе встречаются как небольшие виды длиной в несколько сантиметров, так и гиганты. Некоторые птерегоплихты могут достигать до 35-40 сантиметров в длину. В аквариуме анциструсы в среднем вырастают до 10-15 сантиметров. Что касается окраски, то она может быть коричневатой от всех оттенков серого, от светло-серого до темно-серого, черной со светлыми пятнами. Есть разновидности, окрашенные в кирпично-красный или оранжевый цвет, или сомики-альбиносы с золотисто-бежевой окраской. Особой эффектности внешнему виду самцов придают кожные отростки тентакулы. Они отрастают по всей голове, и у крупных взрослых особей длина этих отростков может достигать 1,5-2 сантиметров. А вот у самок усы или очень слабо развитые, или вообще отсутствуют. Миролюбивость и спокойствие этих самов сделало их идеальными соседями практически для всех аквариумных рыбок. Они отлично уживают с мелкими и средними стайными рыбками. Самое интересное, что даже агрессивные виды рыб средних размеров редко трогают танцисрусов, видимо, благодаря их панцирю. При правильном уходе и комфортных условиях эти сомики живут в аквариуме 5-6 лет. Лабио Лабио – это род рыб семейства карповых, ареалах обитания Азия и Африка. Основной рацион этих придонных пресноводных рыбок служит обрастание водорослей. Лабио – настоящие аквариумные санитары, благодаря которым удается бороться с низшими растениями естественным путем. Красивая рыбка имеет маленькую голову, большие глаза, толстогубый рот, на котором расположено две пары коротких усов. Двухлопастный хвост, высокий спинной плавник, по внешнему виду немного смахивающий на акулей. Взрослый особь в условиях аквариума может достигать максимум 10-15 сантиметров. К особенностям большинства рыбок этого рода следует отнести контрастный окрас плавников и тела. А также несколько необычный способ плавания. Они могут держаться в воде, в вертикальном положении или даже плавать кверху брюхом. Цвет окраски зависит от конкретного вида. Помимо красоты и трудолюбия, лабио имеет один недостаток – неуживчивый характер. Подобрать соседей для красивой рыбки будет непросто. Должное внимание стоит уделить зонированию, чтобы минимизировать стычки между жителями аквариума. При выполнении этого условия лабио могут ужиться с барбусами, скаляриями, данио, гурами, пицилиями и другими. К особенностям содержания стоит отнести также любовь к простору. Представители рода будут чувствовать себя комфортно в аквариуме минимум 200 литров. Форлавелла Форлавелла – вид лучеперых рыб из семейства ларикариевых. Имеет очень необычный внешний вид. Рыбка похожа на корень или стебель водного растения. Форлавелла имеет узкое удлиненное тело длиной до 18 см, вытянутую голову и длинную мордочку. Окраска может быть различна – от оливково-зеленого цвета до желто-коричневого. Вдоль тела имеется темная широкая полоса. За счет такой особой маскировки форлавелла отлично скрывается от хищников и естественной среди обитания. Самов называют сильными врагами низших растений, санитарами аквариума, так как они питаются водорослями. Отличить самца от самки можно благодаря более широкой голове, в брачный период на ней появляются щетинки. К достоинствам рыбки следует отнести неприхотливость. Для того, чтобы обеспечить комфортные условия, нужен просторный аквариум минимум на 140 литров. С дном, из песка или мелкого гравия. Большим количеством крупнолистных растений с мощной корневой системой, корягами и кусками дерева, которые послужат не только укрытиями, но и основой для разрастания водорослей. Так как сом миролюбив, соседей ему тоже надо выбирать неагрессивных. Водорослеед сиамский Отличный помощник в борьбе с нежелательными водорослями в аквариуме сиамский водорослеед из семейства карповых. В природе эта рыбка может вырастать до 16 см, но в аквариуме в среднем вырастает до 10 см. Это стаянная рыбка, поэтому лучше содержать группами по 6-8 особей. Соответственно, аквариум для их содержания должен быть от 100 литров. С возрастом эти рыбки начинают буквально в смысле лениться. Комфортные условия, отсутствие врагов и режим кормления приводят к тому, что они практически перестают поедать обрастание, предпочитая сухой корм. Поэтому полезно для них устраивать периодически разгрузочные дни, стимулируя их поеданию водорослей. Внешне рыбки очень привлекательны. Они имеют удлиненное тело с основной окраской серебристого цвета. Вдоль всего тела от головы до хвоста тянется горизонтальная полоса темного цвета. Она имеет неровную форму, на ней четко выделяются зазубрины. Над темной полосой расположена более яркая светлая полоса, которая под определенным углом становится особенно видимой. В целом рыбки миролюбивы и отлично уживаются с другими соизмеримыми по размеру обитателями аквариума. Не рекомендуют соседствовать с территориальными цихлидами и двуцветным лабио, поскольку они враждуют сиамским водорослеедам. Гиринахейлус. Китайский или индийский водорослеед. В природных условиях гиринахейлус вырастает до 25-30 см. Поэтому в странах Юго-Восточной Азии, откуда он родом, эта рыбка имеет промысловую ценность. Но в аквариуме гиринахейлус вырастает в среднем до 12 см и имеет в первую очередь декоративную ценность. А самое главное, водорослеед является помощником аквариумистов соскабливая и поедая водоросли. Род у рыбки имеет форму присоски. Это позволяет ему принимать практически вертикальное положение во время соскабливания водорослей из коряк, стенок аквариума и прочего. Аквариумные разновидности имеют желтую или оранжевую окраску. Молоть водорослеедов очень спокойна и миролюбива. Она отлично уживается с большинством мирных рыб в аквариуме и со своими сородичами. Но по мере роста и взросления они начинают проявлять агрессию к сородичам, так и к рыбкам схожего размера. Если в аквариуме несколько взрослых особей, то порой их приходится рассаживать. Благоприятным будет соседство с достаточно крупными и подвижными рыбами, которые обитают в средних и верхних слоях воды. При создании комфортных условий эти рыбки живут в аквариуме до 10 лет. Сетчатый водорослеед или серебряная лисичка. Сетчатый водорослеед – миролюбивая аквариумная рыбка, которая помогает очистить аквариум от водорослей. Самые активные помощники – молодые особи длиной 5-7 см. По мере взросления эти рыбки с удовольствием начинают поедать сухие и живые корма, теряя интерес к водорослям. Кросахейлус обитает в Юго-Восточной Азии, в водоемах рек Мекконг и Чао-Прая с песчаным или мелкогравийным дном, которые протекают по территории таких стран, как Таиланд, Лаос, Камбоджа, Вьетнам. Стайные рыбки активно снуют между густых зарослей. Серебристое длинное тело повторяет форму бруска. У сетчатого водорослееда есть пара коротких усов на нижней губе. Почти прозрачные плавники, которые не имеют цветного отлива. Черный контур у чешуек создает на теле сетчатый или точечный рисунок. Отличить самку от самца не так уж просто. Основной критерий оценки – это толщина тела. Как правило, самки немного толще самцов. Других явных признаков деморфизма нет. В природных условиях рыбки достигают размеров 16-17 см. Однако в условиях аквариума они не вырастают больше 14 см. Краса хейлусов лучше содержать в просторном аквариуме с крышкой, так как они отличаются хорошей прыгучестью. В целом рыбки миролюбивы, но они любят устраивать безобидные драки и погони, которые могут раздражать представителей спокойного нрава. Для того, чтобы водорослееды чувствовали себя максимально комфортно, нужно попытаться воспроизвести в аквариуме природные условия. Посадить островки с густой растительностью, создать течение, организовать укрытие искоряк. Оттоцинклюс Если вы поставили цель бороться с водорослями, вашими верными помощниками могут стать оттоцинклюсы. С виду крохотные сомики, настоящие труженики, всего за несколько дней они могут очистить стенки и декор аквариума от низших растений. Это самые миниатюрные представители семейства ларикариевых. Их длина достигает 2-5 сантиметров. В отличие от других чистильщиков, оттоцинклюс поедает водоросли деликатно, не травмируя даже такие нежные растения, как сегитария и хинодорус нежный, визикулярия. При запуске аквариума норма посадки до 20 рыбок на 100 литров воды. После того, как в аквариуме было установлено биологическое равновесие, на этот же объем рекомендовано 2-3 рыбки. Большие популяции этих рыб замечены в бассейне реки Амазонки, в таких странах, как Перу, Бразилия, Боливия и другие. Оттоцинклюсы выбирают реки, которые имеют быстрое течение и воду, богатую кислородом. Сегодня известно больше 30 видов оттоцинклюсов. Они незначительно отличаются друг от друга по размеру, окрасу, узорах на голове и хвосте. Чаще всего в продаже встречаются такие виды, как оттоцинклюс макроспилус, оттоцинклюс афинис, оттоцинклюс витатус. Стоит сказать, что среди них нельзя выделить лидеров водорослиедов. Все они примерно одинаково эффективно справляются с поставленной задачей. Оттоцинклюсы имеют вытянутое тело, покрытое костными пластинами. В области груди и брюшка как будто приплюснутые сверху вниз. Пластины служат защитой от нападения врагов. Ротовое отверстие в виде присоски помогает удерживаться в течение воды, а также соскабливать водоросли. Рыбка может иметь разный окрас в зависимости от вида. Наиболее частая окраска – это серебристые с коричневатыми пятнышками и желтоватым отливом, а также широкая темная полоса вдоль тела. У некоторых представителей рода у основания хвостового плавника есть округлое пятно. Отличить самочку от самца непросто. Как правило, главный критерий от размера – самки намного крупнее. При должных условиях в аквариумах рыбки живут примерно 5 лет. Содержат сомиков группами, в составе которой должно быть не менее 6 рыбок. Оттоцинклюсы не требуют простора. Для небольшой стаи будет достаточно аквариума объемом 40 литров. Добавьте в него натуральные коряги, которые будут покрываться водорослями. Именно они служат главной пищей для сомов. Обязательно в аквариуме должны быть водные растения с широкими листьями. Для того, чтобы оттоцинклюсы хорошо себя чувствовали, надо позаботиться о чистоте воды. Очень важно сначала запустить аквариум, выждать время, пока установится биологическое равновесие, и только потом заселять его новыми обитателями. Освещение может быть как умеренным, так и достаточно ярким. Выбрать соседей для сомов не будет проблемой. Но учтите, что это должны быть не конфликтные рыбы, например, тетра, неоны. Не лучший выбор от цихлиды. Кроме того, ничего не выйдет, если соседям для атоцинклюсов будут другие водорослееды. Мелкие прожорливые сомики будут вечно голодными, проигрывая своим коллегам в битве за питание. Именно это может стать причиной их гибели. В устоявшемся аквариуме нарастает не так много водорослей, поэтому оттиков лучше подкармливать. В качестве подкормки подойдут кусочки кабачка, тыквы, огурца, ошпаренные листья, салат, капуста. Данные корма лучше задавать в ночь перед отключением света. Утром убрать остатки, чтобы они не портили воду. Итак, мы узнали про 7 аквариумных рыбок-водорослеедов, которые помогут сдержать рост водорослей. Но не забывайте, что все-таки главный фактор сдержания водорослей это сам хозяин аквариума. Хозяин, который создал надлежащие условия в своем искусственном водоеме, где биологическое равновесие работает как часы. Так что данных рыбок рассматривать как панацею от водорослей не стоит. Они всего лишь поправляют общую картину и выполняют свою функцию в этом самом равновесии. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на новые видео.